Всем привет, добро пожаловать на сегодняшний подкаст Закхаб. Я очень рад, что к нам присоединился Тейлор Хорнби, который является ведущим специалистом по безопасности экосистемы СКАШ. И это новая должность, которая финансировалась через программу грантов сообщества СКАШ. И это независимая должность, где Тейлор проводит множество различных аудитов безопасности для кодовых баз в экосистеме СКАШ. Тейлор, спасибо, что присоединился к нам сегодня. Да, спасибо, что пригласили меня на свой подкаст. Это супер круто. Круто. Да, конечно. Конечно. Я действительно рад погрузиться в несколько разных вещей. Я хочу, прежде чем я начну просматривать свой список вопросов, хочу убедиться, что это вступление было в порядке вещей. Это название гранта и твоя роль в настоящее время в экосистеме. Да, это абсолютно правильно. Я вроде как называю Грант Зэк-Сэк просто потому, что я думаю, что это классное название расшифровывается как безопасность экосистемы СКАШ. Так что вся информация об этом, если кому-то интересно, находится на сайте zexec.com, если они захотят посмотреть это позже. Круто, круто. Так что да. И это тоже связано с символом тикера и с новым способом, которым люди называют валюту СКАШ-Зак, верно? Очевидно, люди начинают различать эти два понятия. Так что это действительно классное имя, которое подходит и к тем, и к другим. Поэтому я хочу, во-первых, прежде чем мы углубимся в этот новый грант и некоторые проверки безопасности, над которыми вы работали и завершили, я хочу просто очень быстро в течение первого, может быть, пяти-десяти минут разговора просто погрузиться в вашу предысторию. Как будто ты уже очень давно в экосистеме СКАШ. Я думаю, у тебя тоже было меньше всего полномочий до того, как компания СКАШ создала протокол СКАШ. Так что просто своего рода погружение в старые времена и то, как ты оказался вовлечен в это. И да, просто своего рода твое прошлое там. Да, это верно. Так что я вроде как начинал в индустрии безопасности, занимаясь просто аудитом проектов с открытым исходным кодом просто ради удовольствия. Я делаю это очень быстро, например, двухдневный аудит любого проекта с открытым исходным кодом, который я нашел, который мог бы меня заинтересовать. И я начал публиковать эти отчеты об аудите в интернете. И я думаю, что именно так Зука нашел меня через них. И в итоге я присоединился к наименьшему авторитету. И это была компания, которой в то время руководил Зука. А над чем я там работал, так это над дополнительным аудитом безопасности. Так что это было похоже на мое первое знакомство с настоящим профессиональным аудитом по найму. Так что я научился составлять отчеты, различным методологиям поиска ошибок и всему подобному. Так что это хорошие времена. А затем Зука в конце концов взялся за проект Scash, и мне предложили, хочу ли я остаться в управлении по аренде и продолжать проводить аудиты. Или я хочу перейти и заняться этой веселой, модной новой криптовалютой. А мне нравится идея веселой, модной криптовалюты. Так что я перешел в новую компанию Электрик Коин, которая в конечном счете стала Электрик Коин Кампани. Итак, я был как бы в самом начале процесса превращения того, что начиналось как просто академическая статья, в реально работающую систему. И это было действительно определяющее время в моей карьере. Я просто видел, что это действительно отличные люди. Некоторые из них очень хорошо разбираются в бизнесе, некоторые из них очень, очень хорошо разбираются в технике и математике. Просто видеть, как они работают вместе в этой невероятно сплоченной группе, чтобы создать этот продукт, который до тех пор был всего лишь академической статьей. Это было похоже на один из лучших впечатлений в моей жизни. Ты, очевидно, сосредоточился на стороне безопасности, какие были некоторые из ранних, я не знаю, препятствий или других вещей, с которыми ты столкнулся, когда впервые начал работать над с каш. Самым трудным для меня было просто погрузиться в технологию криптовалют в целом. Так что в итоге мы решили сделать форк биткоина и добавить функции с каш поверх биткоина. И это своего рода то, где у с каш есть прозрачные адреса. Они исходят из чего-то вроде биткоин стороны с каш. И поэтому самая сложная часть перехода к этому для меня была похожа на изучение того, как работает биткоин, понимание всей этой модели консенсуса Накамото, как работает майнинг. Как объединяются блоки, как хэшируются и подписываются транзакции, все это похоже на действительно глубокие технические вещи, которые не слишком сумасшедшие криптографически. Но все это было для меня чем-то вроде новых концепций. И просто изучить некоторые концепции и погрузиться в этот массив кода C++, который в то время был биткоином, было довольно сложно. А ты обнаружил, что первое-первыхое появление этого softcash было твоим первым знакомством с криптовалютой в целом, или у тебя был какой-нибудь опыт в этом? По крайней мере, авторитет, проводящий аудит безопасности? У меня его не было, на самом деле я слышал о биткоине в подкастах и прочем, и в то время у меня было немного биткоина, так что я бы по крайней мере использовал его. Я знал, что это такое, и знал идею, лежащую в его основе. Но это был самый первый раз, когда я действительно задумался о том, чтобы над чем-то поработать. Это было так. Окей, очень круто. А были ли какие-нибудь, вы знаете, конкретные вещи, которые вы обнаружили на протяжении всего пути, знаете, начиная с ЭК в самом начале и вплоть до этого самого недавнего момента? Вы знаете, получение собственного индивидуального гранта от ЗИК. Были ли какие-нибудь, вы знаете, вещи от перспективы аудита, или вещи, которые ты нашел, например, в базе кода, которые в конечном итоге могли быть очень важными? Как будто я знаю, что, очевидно, давным-давно существовала ошибка с инфляцией СКАШ. Я думаю, это было замечено Ариэлем Газобоном, кажется, его имя было произнесено. Да, да. Так были ли какие-нибудь другие ситуации, над которыми ты работал, похожие на те, когда ты проводил аудит кодовых баз, которые могли бы быть? Которые могли бы быть очень серьезными ситуациями для СКАШ? Или это было просто больше похоже на кодекс, просто типа, когда это происходит? Итак, есть одна ошибка, которую я нашел, называемая ошибкой внутреннего столкновения Эйдж, о которой я могу немного рассказать. Да, конечно. Это была ошибка в оригинальной статье о нулевом кэше, на которой основывался СКАШ. И проблема была в том, что я не хочу вдаваться в технические подробности, но чтобы понять ошибку, вам нужно немного понять, как работает протокол СКАШ. Значит, в протоколе есть понятие, называемое заметками. А банкноты это, по сути, единица хранения ваших денег. И когда ты тратишь купюру, ты в основном используешь доказательства нулевого знания, чтобы доказать, что ты знаешь секретный ключ, связанный с этой купюрой. И что ты не создаешь деньги из воздуха и тому подобное. Так вот, эта конкретная ошибка касалась способа фиксации заметок в блокчейне. В блокчейне есть нечто, называемое набором обязательств по заметкам. Так вот, обязательства — это криптографический объект, который, по сути, является хэшем. Оно позволяет вам доказать, что какие-то данные существовали в определенный момент времени, и что вы знаете эти данные. И если вы объедините это с доказательством нулевого знания, вы сможете доказать, что вам известны какие-то данные, не сообщая никому другому, что это были за данные. И поэтому в оригинальной статье о нулевом кэше была ошибка в том, как они реализовали это криптографическое обязательство. Они пытались получить это свойство, называемое статистическим скрытием, которое является свойством конфиденциальности обязательства. Когда даже если у вас есть бесконечная вычислительная мощность, вы все равно не можете сказать, что это за данные. Так что это похоже на то, что они пытаются сделать это для того, чтобы сделать конфиденциальность супер-супер сильной. Но они сделали это так, взяли один из этих хэшей, обрезали его и сделали слишком коротким, что позволило провести эту атаку на столкновение с хэшем. И что это означало так, это то, что по сути, если бы ты мог делать эти хэш-коллизии, ты смог бы тратить заметки несколько раз. Так что способ, которым скаш не позволяет вам тратить заметки несколько раз, заключается в том, что у каждой заметки есть обнулитель, и обнулитель должен быть уникальным. Поэтому каждый раз, когда вы тратите заметку, вы должны раскрывать обнулитель. И блокчейн проверяет, что он никогда не видит один и тот же обнулитель дважды. Обычно это должно означать, что никто не тратит одну и ту же купюру дважды. И что эта ошибка позволяла тебе делать, так это то, что фактически при каждом столкновении хэшей, которое ты мог найти, ты мог потратить купюру снова с другим аннулирующим средством. Так что если бы у тебя были какие-то средства в твоем кошельке, ты мог бы потратить их первый раз с помощью обычного обнулителя, но затем ты мог бы тратить их снова. Снова и снова за каждое другое найденное столкновение хэшей. С другим нулификатором. Да, именно так. И поэтому блокчейн не сможет определить, что вы тратите одну и ту же заметку несколько раз, вы могли бы подумать, потому что та заметка, которую вы тратите, защищена доказательством нулевого знания и всеми свойствами конфиденциальности. Что касается блокчейна, то ты тратишь новую купюру, в то время как на самом деле ты просто тратишь одну и ту же купюру снова и снова. Эта ошибка была обнаружена еще до того, как мы начали создавать Zcash. Так что она так и не попала в производство или что-то в этом роде, но это было похоже на то, что мы чуть не промахнулись. Да, это также кажется чем-то вроде определяющего момента, как для тебя лично, как будто это действительно похоже, потому что документ с нулевыми денежными средствами. Исходя из моего относительно ограниченного понимания, был хорошо принят во многих кругах и действительно, знаете, очень хорошо изучен. Ты знаешь, что его относительно внимательно изучали многие разные люди в этой отрасли. Так приятно обнаружить это в этой статье, вероятно, было важным моментом и для тебя лично. Да, в некотором роде да, это определенно одна из самых впечатляющих ошибок, которые я когда-либо находил в своей карьере. Я бы не сказал, что это самое интересное, потому что это все равно, что заметить, что хэш слишком мал, и спросить, что произойдет, если вы сможете его столкнуть. Как будто я нашел более интересные криптографические ошибки, которые, похоже, потребовали много размышлений, чтобы разобраться и приступить к работе. Так что я бы не сказал, что это моя любимая ошибка. Но да, это определенно был момент, когда я понял, вау, как на самом деле обращать внимание на детали и действительно думать о свойствах безопасности вещей. Ты можешь найти ошибки даже в рецензируемых статьях и тому подобном. Так что да. Интересно. Воковая панель, какая твоя любимая ошибка, которую ты когда-либо находил? Это сложный вопрос. Одна из тех, что приходит на ум, и так есть такой инструмент, который называется Synergy, который позволяет вам, если у вас два компьютера, он позволяет вам использовать одну и ту же мышь и клавиатуру на них обоих. Так что если у тебя есть Windows и Mac, и ты хочешь использовать их с одной и той же мышью и клавиатурой, это просто позволит тебе перетащить мышь на другую вещь. И поэтому он попытался внедрить шифрование, чтобы как бы зашифровать ваше нажатие клавиши. Чтобы кто-то в вашей сети не мог видеть, вводите ли вы пароль на другой компьютер. Злоумышленник не должен этого видеть. И в способе шифрования была ошибка. Технические детали заключаются в том, что для шифрования данных использовался режим счетчика. И он использовал одни и те же узлы для обоих направлений шифрования. И поэтому, чтобы как-то объяснить это без криптобормотания, это означает, что это в основном добавляет поток секретных данных к сообщениям, идущим в одном направлении. И также добавляет тот же поток секретных данных к сообщениям, идущим в противоположном направлении. И до тех пор, пока ты не знаешь поток секретных данных, ты не должен быть в состоянии читать нажатие клавиш, движение мыши и тому подобное. Но проблема была в том, что он использовал один и тот же поток данных в обоих направлениях. В этом и была ошибка. Так что ты мог бы сделать так. Если бы ты мог предсказать, что данные будут идти в обратном направлении, ты мог бы как бы вычесть это и получить этот секретный поток. А затем, как только ты узнаешь секретный поток, ты можешь вычесть его из данных, поступающих в прямом направлении, и расшифровать пароли, нажатие клавиш и все такое. Так оно и было. Хорошо. Это было немного сложно использовать, потому что для того, чтобы передать нажатие клавиш с одного компьютера на другой, нужно было предсказать данные, которые шли в противоположном направлении. А это была куча контрольных сообщений и странных. У него был что-то вроде пользовательского протокола для управления самим собой и тому подобное. Итак, что пойми, это была одна из немногих ошибок, когда я фактически написал доказательство концепции, чтобы доказать, что это действительно возможно. О, очень интересно. Воспользуйся этой штукой. И это было похоже на забавный вызов. О, круто. Очень круто. Опять же, с этим багом конкретно, я немного заинтригован. Это было так трудно сделать. Ты должен был как бы доказать людям, что это действительно можно сделать, иначе они сказали бы, о да, я не знаю, действительно ли это потенциально выполнимо. Я думаю. Вроде того. По сути, как белая шляпа, взлом белой шляпы. Да, криптограф, посмотрев на это, определенно сказал бы, о да, это ошибка, не подлежащая повторному использованию, и это определенно проблема, исправь ее. Обычно мне не нужно было бы доказывать концепцию, но это был один из случаев, когда авторы программного обеспечения не совсем согласились со мной в том, что его можно использовать. И вот это был случай, когда мне действительно пришлось написать эксплойт, записать видео и сказать, эй, смотри, я на самом деле расшифровываю удары майки. Интересно, как они восприняли это видео в первый раз. Держу пари, это было забавно, но ладно. Да, очень круто. Так что я хочу отступить назад, отступив от боковой панели прямо там. Так что я просто хотел спросить об этом, потому что я думаю, что это было бы интересно многим людям, которые слушают. Ты начинал, очевидно, как мы только что упомянули, с компанией, которая сейчас известна как ЭК, работая над протоколом с Каш. И теперь ты в этой новой роли, финансируемой через программу грантов сообщества с Каш. И больше похож на независимого получателя гранта, работающего, знаете ли, над проверками всей экосистемы. Каков был процесс, когда ты решил взять на себя более независимую роль вдали от ЭК? То я думаю, что одним из главных факторов было просто осознание того, как много происходит в сообществе с Каш за пределами ЭК, и как мало у него поддержки безопасности. И вроде как в то время, когда я работал в ЭК, у нас всегда была на заднем плане идея вроде как поддержки безопасности сообщества. И поэтому я просто как бы увидел потребность сообщества в помощи всем этим проектам, всем этим кошелькам, людям, создающим расширение для браузеров, людям, управляющим инфраструктурой, нуждающимся хотя бы в какой-то минимальной поддержке безопасности. А еще я как бы увидел эту возможность, а затем понял, что возможно я смогу начать с этого свое собственное дело. Я думаю, что я как бы получаю грант на первый год, как доказательство концепции. Как доказательство того, что такая вещь, как поддержка безопасности в масштабах всей экосистемы, будет работать. А затем и дальше, в надежде получить что-то вроде прямого гранта, чтобы просто финансировать все большую и большую поддержку безопасности сообщества. Хорошо. И ты говоришь относительно варианта прямого гранта в рамках почтового индекса 1014? Это то, о чем ты там говоришь? Да. Хорошо. И для людей, которые с этим не знакомы, это будет грант, который будет финансироваться прямо из вознаграждений за блок, правильно? Да. Это не должно было бы исходить непосредственно от ZIG, а затем, очевидно, переходить к ZEV. Окей, очень круто. И если говорить конкретно об этом, то вы упомянули, что существует множество проектов, кошельков, расширений для браузеров, инфраструктуры и так далее. Что, если бы этот грант не действовал прямо сейчас, если бы вы не были в этой роли, каков был бы типичный процесс, который должны были бы пройти эти организации или проекты, чтобы получить грант на обеспечение безопасности? А какие затраты это влечет за собой для независимых проектов по созданию экосистемы? Да, этот процесс сопряжен с большими накладными расходами. Типичный способ, которым это работает, заключается в том, что, допустим, мы похожи на кошелек, мы разрабатываем кошелек. Все, что нам нужно сделать, это обратиться в одну из многих аудиторских фирм по безопасности. У них обычно много месяцев работы. Так что тебе придется планировать свой аудит как минимум за три месяца. Это зависит от вида аудиторской работы, но цены, как правило, варьируются от 500 до 2 долларов с нулем за день аудитора. А продолжительность аудита обычно составляет не менее 10 дней. Таким образом, вы получаете 10 или 20 долларов с нулем, это своего рода минимум, если вы хотите провести аудит как приложение. Если вы смотрите на криптографию, то стоимость одного аудита может вырасти почти до шестизначной цифры. И поэтому такого рода процесс налагает большую нагрузку на сами проекты, чтобы понять, каковы их потребности в безопасности, например, какой аудит им нужен. В какую компанию мне обратиться? Какие у вас хорошие имена? А что это за не очень хорошие имена? Так что да, я вроде как вижу себя специалистом по безопасности во всей области, и вроде как я вижу свою роль так, как будто я определенно провожу аудит и нахожу ошибки. И это огромная часть всего. Но также и другая важная часть всего этого, это просто ощущение того, что должно быть приоритетным, какой анализ нужен проектам и тому подобное. В этом есть большой смысл, потому что я чувствую, что если бы вы, скажем, создавали кошелек, вы бы по сути занялись процессом типа запроса предложений со всеми этими различными сторонними аудиторскими фирмами. И если он находится в положении, когда это не так, когда у него нет интересов с каш в глубине души, тогда вы, вероятно, могли бы оказаться в положении, когда как разработчик, как владелец проекта, вам придется принять это решение, которое, вероятно, довольно сложно, и это будет иметь много последствий для самого проекта. Так ты бы сказал, что это такое же преимущество, как иметь кого-то на такой должности в экосистемах выгоды, потому что это снимает это давление с независимых разработчиков и организаций, опирающихся на скаш. Что это дает особенно, скажем, для небольших проектов в экосистеме, у которых может быть даже не такой большой бюджет, как, скажем, у компаний, получающих от фонда разработчиков. Как будто это означает, что наличие кого-то в этой роли значительно облегчит вам этот процесс. Да, это определенно избавит вас от многих накладных расходов. Как будто я обдумываю процесс привлечения одной из этих компаний для проведения аудита. По большей части это встреча для обсуждения, определения объема работ и подписания контрактов. И, например, предположим, что разработчик работает над проектом, на который они тратят значительное количество своих ресурсов на разработку, просто чтобы запланировать эти аудиты и сделать все звонки и тому подобное. И поэтому я думаю, что одного человека определенно недостаточно, чтобы обезопасить всю экосистему. Я думаю, это просто сокращает накладные расходы, связанные с тем, что разработчики каждого кредита и небольшие проекты пытаются самостоятельно проводить аудит и тому подобное. Вот так. Да, в этом есть большой смысл. Я полностью понимаю это, рассматриваю это как преимущество здесь. Один из проектов, которые вы недавно проверили и которые, возможно, действительно выиграли от этого гранта, был Y-Wallet. Это Y-Cash и кошелек Z-Cash. И у него есть, я бы сказал, уникальный механизм синхронизации, который позволил ему относительно хорошо работать во время увеличения размера блокчейна. И атаки пескоструйной обработкой несколько месяцев назад. И это продолжается в настоящее время. Но я думаю, что на более низких уровнях каков был процесс. Отчет опубликован, и вы нашли некоторые вещи, как критических ошибок не было, правильно? Там было что-то вроде одного высокого приоритета, чем пара более умеренных, если я не ошибаюсь. И ты знаешь так, в чем же заключается процесс взаимодействия с отдельным разработчиком аудита их кодовой базы. А затем как бы представление этого аудита сообществу, которое может просто пройти этот процесс. И мы можем использовать там и вал в качестве примера. Да, да. Так что в случае с Вайволл это был своего рода простой случай, потому что весь код похож на тот, что есть снаружи, и на самом деле он был очень-очень хорошо организован. Как обычно, много времени уходит на то, чтобы просто найти код, который вам нужно проверить, но, к счастью, код хорошо организован. Так что на самом деле мне не нужно было так уж много. Главный автор Хан Ха. Так его зовут на форуме, и поэтому мне не нужна была большая его помощь, чтобы начать работу вообще. Так что в основном мой процесс, мой процесс аудита вкратце, как правило, таков, мне нравится начинать с того, что я просто использую эту вещь и понимаю, что это такое. И просто читаю как можно больше документов, потому что это похоже на забавную, почти ленивую работу, которую вы можете просто делать. Прочитай кучу всякой всячины, вбей все это себе в голову. А затем я начинаю что-то вроде мозгового штурма, когда я действительно думаю о том, что я нападающий. Я хочу атаковать эту штуку. На какие вещи я хочу напасть? Каковы мои цели? Хочу ли я, например, украсть средства пользователя? Хочу ли я каким-то образом поставить под угрозу их частную жизнь? И я просто как бы перечисляю этот большой список всего, что ставит меня на место злоумышленника, всего, что я, возможно, захочу сделать. А затем я также, с другой стороны, я также начинаю мозговой штурм, типа, хорошо, что как разработчик этой вещи, какие все возможные ошибки я мог бы совершить? Может быть, генератор случайных чисел, который я использую для генерации секретного ключа, в котором хранятся мои деньги, каким-то образом сломан. Может быть, что-то в том, как я генерирую транзакции, каким-то образом нарушает мою конфиденциальность. И мне просто нравится не углубляться в какой-либо код или читать какие-либо технические спецификации, документы или что-то в этом роде. Я просто провожу мозговой штурм всего, что злоумышленник может захотеть сделать, всего, что может пойти не так, о чем я могу подумать. И мне действительно нравится это делать, потому что это как бы приучает мой мозг мыслить в режиме атакующего и быть в курсе всего, что может пойти не так. Так что, когда я начну читать код на следующем шаге, вещи, если одна из этих вещей действительно пойдет не так, как надо, как бы выпрыгнут на меня. И я нахожу, что это сильно ускоряет процесс аудита. Хорошо. После такого мозгового штурма мне действительно нравится делать что-то вроде линейного сканирования всего кода. Буквально, мне просто нравится просматривать каталог в алфавитном порядке, читать все файлы кода. Это может показаться немного странным, потому что, если ты разбираешься в разработке программного обеспечения, ты знаешь, что сделав это, ты не получишь такого большого понимания программы. Потому что тебе действительно нужно проследить, через какие функции вызывается какая другая функция, как определенные классы соотносятся друг с другом. Но на самом деле я нахожу в этом как в линейном сканировании, просто проведя мозговой штурм, большинство проблем, которые я нахожу, выскакивают на меня таким образом. А потом, вроде как после того, как я это сделаю, у меня будет огромный список подобных вещей, которые, по моему мнению, могут быть неправильными. Тогда я вернусь и проверю их все, найду, какие из них являются реальными ошибками, напишу отчет и подумаю о способах исправления ошибок. Окей, очень круто. А затем, в частности, в отношении у iVolet, я знаю, что был один высокий приоритет, но мог бы просто углубиться. Вы знаете, потому что, опять же, с нетехнической точки зрения. Когда я читаю что-то подобное, когда говорится о высоком приоритете, это может немного настораживать. Но я просто хочу посмотреть, если мы сможем, может быть, облегчить некоторые мысли в отношении этого аудита безопасности конкретно. Какие конкретные ошибки были в кодовой базе у iVolet? Да, то я могу объяснить эту высокоприоритетную ошибку. То это проблема только в том случае, если это проблема только для пользователей, которые использовали функцию iVolet сохранения вашего списка контактов в ваших заметках. Итак, у iVolet есть это. Это нечто большее, чем просто кошелек. И это еще и приложение для чата. Так что ты можешь добавлять контакты, например, общие имена, которые мы используем в криптографии, Алиса и Боб. Так что Алиса может добавить Боба в качестве контакта в свой кошелек. Она делает это так, вводит имя Боб, а затем вводит защищенный адрес Боба. А затем Боб может сделать то же самое со своей стороны, добавить контакт по имени Алиса с защищенным адресом Алисы. И поэтому iVolet хотел, чтобы если вы перенесете свой кошелек на новый телефон или что-то в этом роде, вы хотите, чтобы ваш список контактов пришел вместе с ним, верно? Таким образом, он сделал это так, отправил бы себе кучу транзакций и определенным образом закодировал бы список контактов в поле памятки. Так вот, ошибка заключалась в том, что он не проверял подлинность тех заметок, в которых хранился список контакт, то если бы я знал адрес Алисы как злоумышленника, что я мог бы сделать, так это отправить ей немного с каш. И вместе с этим с каш я мог бы включить памятку, которая представляет собой специально отформатированную памятку таким же образом, как у iVolet хранит контакты. И я действительно смог бы обновить адрес Боба в ее списке контактов. И вот что я мог бы сделать. Да, так что я мог бы сделать как злоумышленник, так это сказать кошельку Алисы, эй, адрес Боба. Это больше не адрес Боба. На самом деле это мой адрес. Так что в любое время, когда Алиса посылает сообщение Бобу, оно теперь придет ко мне. И теперь я делаю то же самое с Бобом. Я говорю, эй, адрес Алисы, это уже не то. Это мой адрес. Теперь бумажник Боба. В любое время, когда Боб посылает сообщение Алисе, цитирую без кавычек Алиса, оно приходит ко мне. Теперь я нахожусь в роли злоумышленника, я нахожусь в ситуации, когда Алиса пытается, Алиса и Боб пытаются поговорить друг с другом, но на самом деле их сообщение проходит через меня. Потому что они не знают об этом. Мой адрес есть в их списке контактов для имен друг друга. Так что да, так что это проблема только в том случае, если вы используете эту функцию чата и вы также решили сохранить свой список контактов в своих заметках. Что, я считаю, не обязательно. Но все равно. Да, это было исправлено в основном за счет того, что эти обновления списка контактов происходили только в транзакциях, которые фактически были подписаны вашим собственным кошельком. Так что если вы знаете чей-то адрес, вы бессильны изменить его список контактов. Окей, очень круто. Круто. И учитывая это конкретно, я думаю, хорошо понять, как ты проходишь через этот процесс. И я надеюсь, что вы знаете, любой слушающий, кто интересуется, вы знаете этой конкретной областью и безопасностью протоколов, найдет это проницательным. Потому что я думаю, что такое изложение рабочего процесса. Я думаю, что многие люди просто думают, что это, знаете, просто просмотр кодовых бас весь день. И я думаю, что мне было особенно интересно услышать с моей стороны описание того, что мозговой штурм также был связан со стратегией. Так что да, действительно здорово слышать обо всем этом, и я рад услышать немного больше о том, как продвигается грант, и о различных вещах, на которые вы собираетесь обратить внимание. Я так рад последовать этому примеру. Я действительно хочу развернуться прямо сейчас, потому что было кое-что конкретное, о чем я хотел бы с тобой поговорить, что могло бы принести больше пользы. Я не хочу говорить, что это относится только к повседневным пользователям с каш, и, возможно, не к разработчикам. Я хочу поговорить о LightWalletD, то есть поправьте меня, если я ошибаюсь. Это сервер, который люди могут использовать, который люди обычно используют, когда они используют кошелек с каш на своем iPhone или Android. Это что-то вроде сервера регистрации, который вы можете использовать в качестве узла для проверки ваших транзакций. Это относительно приемлемый способ объяснить. Это так? Да, это так. Так что, если вы используете какой-либо защищенный кошелек с каш, он будет загружать транзакции с этого сервера и отправлять ваши транзакции через этот сервер. И это сервер, который подтверждает их, а затем в конечном итоге размещают в блокчейне. Хорошо. И мы можем как бы проанализировать это и углубиться по мере продвижения, но что находится на высоком уровне, чтобы начать этот разговор? Каковы некоторые риски и компромиссы при использовании защищенного мобильного приложения Ascash с LightWalletD? Да, так что есть что-то вроде двух разных доменов, чтобы подумать о рисках использования сервера LightWalletD. Первый домен — это что-то вроде целостности, как целостность данных, которые ваш кошелек получает с сервера. А второй домен — это конфиденциальность ваших собственных данных при взаимодействии с этим сервером. Так что в некотором роде, с точки зрения целостности, сервер таковым и является. Так что модное словечко таково. Какое это модное словечко? Модное словечко честное, но любопытное. Значит, кошельки доверяют серверу быть честным в отношении данных. Итак, когда кошелек получает транзакцию или когда кошелек спрашивает сервер, «Эй, какие транзакции принадлежат мне?» В текущей реализации сервер может полностью выдумать что-то и сказать, «Эй, ты только что получил миллион зэк в этой транзакции». И кошелек на самом деле не смог бы узнать об этом до тех пор, пока они не попытались бы потратить его, и это не сработало. Получатель не получал ничего подобного. Так что это похоже на то, что первый домен — это то, что там есть сервер. И если вы взломали этот сервер, у вас есть возможность, например, солгать кошелькам о том, сколько у них денег. И вот эту проблему не так уж трудно исправить. Вся цель блокчейна состоит в том, чтобы подобные кошельки могли проверять целостность данных независимо друг от друга. И чтобы такого рода проверки целостности в будущем могли быть просто перенаправлены на кошелек. И в этом нет ничего особенного. Это просто своего рода артефакт современности. Реализация. Окей. Другой домен — конфиденциальность ваших собственных данных при взаимодействии с сервером, вот тут-то все и становится интереснее. И я нахожу всю эту область, похожую на частную жизнь, суперинтересной, потому что есть всевозможные хитроумные атаки, которые вы можете предпринять. Так что давай посмотрим, смогу ли я обобщить свойства конфиденциальности, которыми ты обладаешь, пока используешь этот сервер. Итак, первое, что нужно знать, это то, что все транзакции, которые ваш кошелек отправляет для большинства кошельков. Я не уверен, реализовал ли кто-нибудь из них Тор или что-то в этом роде. Я так не думаю. Я собираюсь пойти на риск и сказать, что практически любой защищенный кошелек с каш, когда вы отправляете транзакцию, проходит через этот сервер. Итак, твой кошелек подключается к серверу, сервер видит твой IP-адрес и видит, как кошелек говорит. Эй, вот транзакция, пожалуйста, перешлите ее в остальную сеть. И причина, по которой это не является серьезной утечкой конфиденциальности, заключается в том, что если вы совершаете полностью защищенную транзакцию, то транзакция выглядит просто как случайные данные. Произошла некоторая утечка информации, например, сколько выходных заметок вы создаете. Так что если у вас есть транзакция, и вы отправляете одновременно средства примерно 50 разным людям, узел может быть таким. Эй, эта транзакция похожа на отправку многим людям или что-то в этом роде. Но по большому счету это просто выглядит как случайные данные. Так видит узел. Хорошо. Транзакция поступает, она выглядит случайной. Я понятия не имею. Я знаю IP-адрес, с которого она поступает, но я понятия не имею, кому она адресована. На принимающей стороне все еще интереснее. В настоящее время с каш работает так, что кошелек, чтобы найти свою транзакцию, найти свои транзакции, найти принадлежащие ему деньги, должен в основном загрузить все транзакции, попытаться расшифровать их. Те, которые он может расшифровать, принадлежат ему. И именно так он находит свои деньги. И поэтому в текущей реализации происходит утечка конфиденциальности, когда кошелек загружает компактное представление всех транзакций просто для экономии пропускной способности. Но как только он найдет транзакцию, который принадлежит, очевидно, что пользователю понадобится поле памятки и все другие связанные с ним данные. Он фактически обратится к серверу и скажет, «Эй, я хочу загрузить всю эту транзакцию». И некоторые кошельки будут как бы пытаться скрыть, какую транзакцию они загружают, загружая весь блок, все транзакции вокруг него в блоге. Но я думаю, что в большинстве реализаций они просто говорят, «Эй, я заинтересован в этой конкретной транзакции. Не мог бы ты прислать мне все данные целиком, потому что мне нужна памятка». И это приведет к утечке конфиденциальной информации. И поэтому давай соберем все это вместе и посмотрим, каковы будут последствия. У нас есть сервер, который видит. Давай представим, что у нас есть, скажем, предположим на мгновение, что все используют один и тот же сервер, и есть какой-то злоумышленник, который скомпрометировал его. Этот сервер каждый раз, когда кто-то отправляет транзакцию, этот сервер видит IP адрес X, отправивший эту транзакцию. И теперь в любое время, когда кто-то получает транзакцию, его кошелек загружает их все, расшифровывает ту, которая принадлежит ему, а затем говорит, «Эй, я хочу полную транзакцию для этой транзакции, потому что я только что ее расшифровал. Она принадлежит мне. Мне нужна памятка и все такое прочее». Теперь, поскольку этот сервер, которым, как мы предполагаем, пользуются все, я вижу, с какого IP адреса пришли транзакции, и я также вижу, кто получает каждую транзакцию. Таким образом, я могу сказать, что IP адрес отправил эту транзакцию, затем эта транзакция была загружена с этого другого IP адреса. Итак, IP адрес X оплачивается IP адресом UI. И поэтому, если вы находитесь в привилегированном положении этого сервера, для всех, кто использует один и тот же сервер, вы можете как бы видеть, кто кому платит. Но вы не можете видеть какие-либо суммы или что-то в этом роде, потому что все они зашифрованы. Так что это своего рода компромисс, на который в настоящее время идут ради такой же производительности. Исправление этого состояло бы в том, чтобы кошельки действовали как полноценный узел и просто загружали все целиком, никогда не сообщая серверу, какая транзакция ему принадлежит. Потому что тогда этот кошелек будет проверять все блоки во всех транзакциях. Да, да. Итак, причина, по которой скаш является закрытым, ну, во-первых, потому что исходящие транзакции просто выглядят как случайный шум, но, во-вторых, потому что полные узлы загружают все транзакции. Итак, с внешней точки зрения, если вы наблюдаете за полным узлом, он ведет себя точно так же, независимо от того, получил он транзакцию или нет. Так что, подобно злоумышленнику, смотрящему в сеть, вы не можете сказать, получил ли этот человек транзакцию или нет. Ты мог видеть, как он транслирует транзакцию, если, например, оператор узла решит потратить часть своих денег, но ты не можешь сказать, что он загрузил, что он действительно получил транзакцию. Слабое место сервера Light Wallet в том, что кошельки фактически говорят серверу, эй, эта транзакция принадлежит мне. Так что... Раскрыта ли утечка информации? Какого рода информацию она раскрывает? Это просто раскрытие факта, что транзакция принадлежит кошельку или блоку, в случае, я думаю, Zekwalt Light загрузит весь блок. В таком случае кошелек говорит, что одна транзакция в этом блоке, одна или несколько транзакций в этом блоке принадлежат мне. Так что это единственная утечка. Это не утечка суммы, это не утечка каких-либо адресов, например, экранированных адресов. Это просто. Так что если ты сервер, данные, которые ты получаешь, это кошелек с этого IP-адреса, получивший эту транзакцию. Хорошо. Да. Итак, главное, как и основная утечка данных, которая происходит при потенциальном использовании LightWalletD, это тот факт, что ваш IP-адрес может быть обнаружен с помощью этого либо злоумышленникам, отслеживающим сервер, либо самим оператором сервера. Да, так что даже в том случае, когда кошельки попытаются анонимизировать себя с помощью Tor, сервер все равно получит значительный объем информации. Он может видеть, пока кошельки поступают с уникального IP-адреса, даже если это не фактический IP-адрес пользователя. Как будто они используют VPN или что-то в этом роде, сервер получает, может объединить все эти данные и получить график. Как будто они могут построить этот график, например, кошелек A, оплаченный кошелек B, затем кошелек B, оплаченный кошелек CD и кошелек D, оплаченный кошелек A. И они могут вроде как подумать о том, как куча похожих точек это кошельки. А затем они могут нарисовать стрелки между ними, чтобы сказать, какие кошельки платят, какие другие кошельки. Окей, это действительно интересно. Так что скажи, что ты начинаешь, например, эту циклическую экономику среди 5, 6, 7 или 8 человек, и ты используешь Tor, используешь VPN и так далее. Это все равно сможет как-то связать все эти транзакции вместе. И если бы у кого-то была личная безопасность, например, ошибка, то это привело бы к утечке большего количества данных, что потенциально могло бы быть похоже. Допустим, я был в циклической экономике, и я забыл использовать VPN, пока я использую легкий кошелек D кошелек, тогда эта утечка безопасности могла бы... Я мог бы сделать этот график еще сильнее. Верно? Да, да, совершенно верно. Так что сервер получает что-то вроде метаданных о том, кто кому платит. А затем, чтобы использовать это в реальной атаке, в зависимости от обстоятельств, вы должны объединить это с другими данными. Например, кто-то ускользает и раскрывает свой фактический IP-адрес. А может быть, чей-то кошелек будет скомпрометирован, и они смогут таким образом узнать о том, что происходит в вашей экономике. Хорошо. Интересно. Вау. Хорошо. А есть ли какие-либо риски, специфичные для какой-либо, скажем, операционной системы? Например, Android или операционная система Android или iOS. Это увеличивает ли это возможность большей утечки данных по сравнению с чем-то вроде, я бы сказал, графеновой ОС? Что касается этих утечек конфиденциальности, все операционные системы одинаковы, потому что это похоже на фундаментальную архитектуру того, как она работает в настоящее время. Я должен сказать, что, хотя это звучит немного плохо, на самом деле это намного лучше, чем если бы все данные были размещены на прозрачном блокчейне, таком как биткоин, где каждый может видеть, кто кому платит. Это так. Да, это хорошо. Это очень хорошее разъяснение. Да. Да. Это, по крайней мере, то, что тебе нужно взломать сервер или несколько серверов, если есть несколько серверов, которые используют разные кошельки. Хорошо. Да. Так что, хотя это звучит действительно плохо и страшно, это все равно похоже на значительное улучшение по сравнению с прозрачными изменениями. На сто процентов. Да, на сто процентов. И я рад, что ты заговорил об этом, и, вероятно, мне самому следовало бы прояснить это, когда мы вступили в этот разговор. Но конкретно в этом случае ты упомянул, что у тебя есть телефон, который работает только целиком, запускает весь блокчейн на мобильном кошельке. Ты управляешь своим собственным узлом, скажем, дома или где бы то ни было, или группой людей, которых я знаю в биткоине, они называют их узлами дяди спортзала. Так что, похоже, группа из пяти или шести человек доверяет одному человеку управлять узлом, и все они как бы связаны с этим. Это потенциально так? Давай просто сосредоточимся на управлении твоим собственным узлом. Это способ снизить эти риски? И если это так, то как бы это было? Как это повлияет на риск, связанный с лайтволоти? Да, так что если вы не хотите, чтобы эти утечки конфиденциальной информации происходили, запуск вашего узла — это определенно правильный путь. Я бы сказал подавляющему большинству людей, что вы просто хотите использовать мобильный кошелек. Есть одна из причин этого в том, что особенно на iOS гораздо сложнее получить вредоносное ПО на свой телефон. Apple и Google действительно хорошо справляются с выпуском обновлений безопасности, если у вас достаточно умеренное устройство, которое все еще получает обновление безопасности. Я бы сказал для подавляющего большинства людей, что ты просто не должен так сильно беспокоиться об этих утечках конфиденциальности. И ты должен больше заботиться о том, чтобы у тебя была хорошая резервная копия твоей начальной фразы. Ты не потеряешь свои средства. Это похоже на то, что твоя конфиденциальность находится где-то ниже в списке приоритетов, если ты только что потерял все свои деньги. Так что это вроде как номер один. Во-вторых, используя эти потребительские устройства, вы в некотором роде в большей безопасности перед лицом вредоносных программ, которые пытаются украсть ваши вещи. Очевидно, что если у вас есть огромная сумма средств, я бы просто использовал для этого аппаратный кошелек. Ты же не хочешь иметь на своем телефоне миллионы долларов или что-то в этом роде. Это была бы просто глупая идея. Так что подавляющему большинству людей я бы просто рекомендовал использовать обычный экранированный кошелек с каш на вашем телефоне. Это будет ваш лучший вариант. Но если вы действительно хотите максимальной конфиденциальности и вас беспокоит утечка информации, да, запуск вашего узла, это определенно правильный путь. У тебя все еще есть утечка в том смысле, что все люди могут видеть, как ваш узел транслирует ваши транзакции, и для решения этой проблемы ведется определенная работа. Например, такие протоколы, как Dandelion Plies Plies и тому подобное. Но ты будешь частным лицом на принимающей стороне. Узел с кашди очень тщательно спроектирован так, что когда он получает транзакцию, никто не может сказать, что ты получил транзакцию. Кроме тебя или любого, кто скомпрометировал твой полный узел. Итак, недостатком управления собственным узлом является то, что теперь ты несешь ответственность за его обслуживание. Ты должен постоянно обновлять его, запускать в защищенной операционной системе, следить за тем, чтобы у тебя не было вредоносных программ и тому подобного. Хорошо. И если кто-то управляет своим полным узлом, очевидно, что есть некоторые интерфейсы, с которыми вы можете взаимодействовать с узлом, чтобы сделать его более удобным для пользователя. Можно ли, скажем, запустить полный узел на своем компьютере дома, а затем также подключить мобильный кошелек? Например, скажем, у i-кошелек. Например, не могли бы вы подключить у i-кошелек к своему узлу и поддерживать работу узла все время? А потом, когда ты захочешь потратить свой зэк в реальном мире, ты мог бы использовать что-то вроде у i-кошелька. Это тот процесс, который люди могли бы сделать, если бы захотели. Так что, с у i-волот, я не думаю, что ты сможешь сделать это из коробки. На самом деле, что ты мог бы сделать, так это создать свой собственный узел, создать свой собственный легкий кошелек D, чтобы вы просто управляли всей инфраструктурой кошелька. И да, это было бы, если тебя беспокоит, скажем так, причина в том, что это сервер по умолчанию. Если кто-то пытается обезличить пользователей с каш, это похоже на их первую цель атаки. Они будут пытаться взломать эту штуку, получить данные для наибольшего количества людей с наименьшими затратами усилий. Так что, если ты захочешь, ты можешь запустить свой собственный полный узел, свой собственный легкий кошелек D, и подключить к нему свой кошелек UI. И тогда, в этом случае, кому-то придется взломать свой собственный сервер, чтобы начать компрометировать эти утечки конфиденциальности. Есть и другой вариант, так что у ZEQUALAD была такая функция, когда он мог запускать полный узел на вашем компьютере и подключаться к нему из мобильного приложения. А также использовать его из мобильного приложения. И я не уверен, что это все еще поддерживается в рабочем состоянии или строится. Так что я не уверен, могу ли я рекомендовать это. И я также не рекомендовал бы такой подход только потому, что вы подвергаете свой узел большему риску заражения вредоносным ПО и тому подобному. Просто запускаете его на своем обычном компьютере. Пока. Хорошо. И конкретно ZEQUALAD, один из членов нашего сообщества, написал запуск узла с помощью Raspberry Pi 4. Это те типы машин, на которые людям следует обращать внимание при рассмотрении вопроса о запуске полноценного узла. Я бы сказал, поэтому тебе нужно быть осторожным с малиновыми пирогами и прочим, потому что иногда скэшт любит использовать много памяти. Хорошо. Но я бы сказал, что до тех пор, пока у тебя достаточно памяти и пока ты регулярно обновляешь ее, как будто ты не хочешь просто оставить ее где-нибудь в шкафу, а затем забыть применить обновление для системы безопасности. Как и следовало бы, если это Debian, ты должен обновлять его еженедельно. Но да, на самом деле ты мог бы использовать Raspberry Pi, запустить его в облаке или использовать старый компьютер, что-нибудь в этом роде. Хорошо. А затем процесс запуска заключается в том, что вы можете перейти, я полагаю, в Z, кэшей, и тогда у них есть список команд, которые вы можете ввести в свою операционную систему или командную строку. Да, командная строка. И ты можешь ввести это, и программа запустится. И тогда до тех пор, пока ты получаешь доступ к ней, поддерживаешь ее в актуальном состоянии и часто запускаешь. С тобой все должно быть в порядке, когда ты захочешь использовать свои средства через это. Окей, круто. И напоминание. Это, как мы уже упоминали, это, вероятно, то, что нравится людям, если вы ищете такую максимальную конфиденциальность, как это. Это для любой ситуации, будь то то, что вы хотите иметь, или, может быть, вы находитесь в конкретной ситуации безопасности. Работая для максимальной конфиденциальности, это, наверное, единственный раз, когда это необходимо. Для большинства других людей, имеющих у iVolet или ZekVolet Lite на своих устройствах iOS, вероятно, достаточно конфиденциальности, не так ли? Да, абсолютно. Да. Окей, круто. И еще одна вещь, которая сейчас действительно важна в сообществе Zcash, особенно потому, что в мире есть много поставщиков, которые принимают Zcash в качестве оплаты. Но сделать это и просто так, например, для меня, где я сейчас нахожусь, например, пойти в магазин, бар или еще куда-нибудь, где я хочу потратить деньги в Zcash, относительно сложно. Так что теперь есть эти сторонние платежные провайдеры, где у вас может быть приложение на вашем телефоне для некоторых других проектов. У них на самом деле есть похожие приложения, встроенные в сам кошелек. Так что я знаю, что Nighthawk собирается включить стороннего поставщика платежей. И эти поставщики платежей, как правило, предлагают прозрачную адресную поддержку. Так что если ты хочешь пойти купить кофе в Dunkin' Donuts с помощью Zcash, используя флэк со стороннего платежного провайдера, ты используешь прозрачный адрес. Насколько я понимаю, я недавно видел кое-что, что написал Эндрю Миллер в Твиттере, и это было в основном примерно так, пока вы не покупаете на бирже, переходите на защищенный кошелек, а затем переводите все средства на прозрачный, например, на флекса, например, как до тех пор, пока ты не пройдешь этот процесс. Конфиденциальность, которую ты получаешь, все еще довольно сильна. Не мог бы ты просто немного подробнее погрузиться в потенциальные утечки конфиденциальности и тому подобное, когда кто-то использует стороннего платежного провайдера? Да, полностью. Это абсолютно правильно. Поэтому главное, что нужно понять, это подумать о том, какая именно информация раскрывается, когда ты платишь за что-то таким образом. И поэтому ключ к тому, чтобы делать это в частном порядке, это всегда сохранять некоторый защищенный баланс в своем кошельке. Давай, скажем, возьмем пример кого-то, кто покупает кофе за 5 долларов каждый день. Он должен держать в своем кошельке, может быть, около 100 долларов. И тогда каждый день, когда они покупают свой кофе, они просто будут доставать из своего кошелька ЗЭК на сумму 5 долларов и отправлять его на этот прозрачный адрес, который идет в кофейню. И поэтому, когда они совершают эту сделку, какую информацию они раскрывают? Они раскрывают кого-то, потому что они поступают из защищенного пула. Они не собираются раскрывать, откуда берутся деньги или кто они такие. Кофейня будет знать, кто они. Так что кофейня, вероятно, увидит транзакцию и скажет, хорошо, этот кошелек сгенерировал эту транзакцию, но никто другой в блокчейне не будет знать, откуда поступают деньги. Они увидят в основном тот факт, что X сумма денег отправилась по этому конкретному адресу T. Таким образом, 5 долларов ушло в эту кофейню, что на самом деле не так уж много информации, если подумать. Так что кто-то, вероятно, может предсказать, что с точки зрения кофейни, произойдет еще одна утечка информации. Как будто люди могут видеть, сколько людей покупают кофе. И, возможно, конкуренция в кофейне может быть такой, о вау, как будто многие люди платят с каш. Может быть, мне тоже стоит поддержать с каш. И поэтому в этом примере кофейня должна быть обеспокоена своей конфиденциальностью. Но ты, как пользователь кошелька, скажешь, пока ты просто платишь со своего защищенного баланса, публичный мир блокчейна узнает только, эй, кто-то купил кофе. Они не знают, кто ты или что-то в этом роде. Так что твоя личная жизнь по-прежнему очень хорошо защищена. Проблема, на которую ссылался Эндрю Миллер, заключается в том, что твоя личная жизнь не очень хороша. Если ты используешь защищенный пул как проход, как многие люди думают о конфиденциальности как о чем-то подобном. Или думают, что можно получить конфиденциальность, например, перепутав свои монеты или пропустив их через какой-то уровень конфиденциальности, чтобы отделить их прошлое от будущего. Так что если ты смотришь на их будущее или настоящее, ты как бы блокируешься этим, как будто проходишь через экранированный бассейн или через этот миксер. И это действительно не работает, потому что это действительно звучит как очень-очень глупая атака. Но есть реальные научные статьи, в которых это изучается и показано, что это действительно работает, и они могут коррелировать с транзакцией таким образом. Это работает так, ты просто смотришь на суммы входящих и исходящих транзакций. И если суммы похожи, то ты можешь как бы сказать, эй, это вероятно исходит от одного и того же человека. Итак, в примере с кофейней, предположим, у вас есть аппаратный кошелек, который прозрачен, в нем есть все ваши средства. Каждый раз, когда вы тратите деньги с него, это будет видно в блокчейне. Давай предположим, что вместо того, чтобы каждый день класть 100 долларов в свой кошелек, чтобы купить кофе. Каждый день утром ты отправляешь 5 долларов из своего аппаратного кошелька в свой защищенный кошелек, а затем покупаешь кофе на 5 долларов. Значит, кто-то, глядя на блокчейн, видит 5 долларов входа, 5 долларов выхода, 5 долларов входа, 5 долларов выхода. Они могут быть не уверены на 100%, но они могут быть чертовски уверены, что поскольку суммы одинаковые или очень близки, поступающие деньги связаны с поступающими деньгами. А затем они могут отследить их до вашего аппаратного кошелька, и откуда они поступали до этого, и все такое. Это действительно ключ к успеху, хранить свои средства в защищенном пуле и тратить их оттуда. И тогда ты по-прежнему сохраняешь конфиденциальность, даже если отправляешь на Т-адрес, но не используй защищенный пул как проходную вещь. И это тоже большое заблуждение, когда мы говорим типа храни свои средства в защищенном пуле. Я думаю, что люди имеют в виду, что, услышав это, они скажут, «О, я должен положить свои сбережения в защищенный пул». Я думаю, что для меня это скорее похоже на нет. Точно так же, как если бы ты, если ты знаешь, ты собираешься потратить 2 доллара с нулем на Зака. Или ты собираешься потратить, скажем, 50 Заков в течение следующего месяца, двух месяцев или трех мальчик, тогда просто храни это там и приобретай это со временем. А затем просто трати из этого. И мне не нравится такая ситуация, когда тебе всегда приходится пополнять его, а затем тратить. Это точно. Да, именно так. Ты же не хочешь продолжать. Так что прямо сейчас нет никаких экранированных аппаратных кошельков, которые все еще вроде как на горизонте. Так что как только экранированные кошельки появятся здесь, я бы рекомендовал хранить большую часть ваших денег в одном из них. Но да, правильно. Если у тебя есть большая сумка Зака, тебе не стоит хранить все это в своем телефоне. Ты должен хранить это в аппаратном кошельке, убедившись, что твоя начальная фраза действительно хорошо подкреплена в нескольких местах и тому подобное. Хорошо. А затем, например, в отношении флексографии, как даже в этом примере, верно? Это все равно, это все то же самое. Это все тот же тип утечки конфиденциальности, потому что, хотя сами магазины могут не принимать зэк, потому что вы платите с помощью этой автоматически сгенерированной подарочной карты, вы все равно отправляете ее на адрес Ти, и вы отправляете ее на адрес Ти, связанный с тем фактом, что вы-то покупаешь чепотль, или кофе, или что-то еще. Похоже, что та же самая утечка данных все еще присутствует. Но пока у тебя есть, скажем, пул примерно в 50 Зак, а затем ты тратишь деньги. 0,25, и ты просто как бы отказываешься от этого, тогда ты не сливаешь огромное количество данных о себе. Да, именно так. Ты просто сливаешь тот факт, что кто-то заплатил. 0,25 Зака за эту штуку. Так что кто-то, смотрящий на блокчейн, может даже не знать, за что ты платишь, просто по Ти адресу. Но мне нравится быть чрезмерно консервативным и просто предполагать, что что-то с адресом Ти. Как будто люди смогут проводить причудливую аналитику блокчейна и выяснять, куда уходят деньги, и выяснять, за что платят. Вот так. Да. Да, нет, совершенно верно. И это действительно полезная информация. Так что давай подведем итоги последних примерно 30 минут, которые у нас были в отношении Light Wallet D. И знаете, расходов на использование сторонних платежных приложений, которые используют прозрачные адреса. Потому что я хочу резюмировать это, просто чтобы убедиться, что информация здесь, вы знаете, люди, могу как бы собрать все это воедино. Во-первых, пожалуйста, поправь меня, если я ошибаюсь. Мы говорим конкретно о частных, таких как блокчейны и платежные приложения, которые обладают высоким уровнем конфиденциальности. С такими вещами, как биткоин, это совсем другая игра, и раскрывается гораздо больше данных о пользователях, потому что это прозрачный блокчейн по сравнению с чем-то вроде с каш. У которого есть защищенный, у которого есть публичный блокчейн, но у него есть возможность совершать зашифрованные и защищенные транзакции. Хорошо. Значит, у нас все хорошо? Да. Конечно. Хорошо, круто. А затем, используя Light Wallet D, есть некоторые риски, если вы его используете, и иногда у вас может быть не лучшая конфиденциальность. Операционная безопасность, из-за которой вы можете пропускать IP-адреса. И может быть потенциал сервера или кого-то, кто следит за сервером, чтобы понять, какие IP-адреса используются для траты и получения защищенных данных. С каш. Да, метаданные передаются на сервер, да. Но что касается этого, большинство людей все равно должны быть согласны с этим, потому что они по-прежнему получают гораздо более высокий уровень конфиденциальности, чем если бы они использовали что-то вроде биткоина для платежей. Да. Хорошо. И затем, если бы они хотели потенциально иметь более строгий набор конфиденциальности, даже при таком уровне конфиденциальности, запуск узла и запуск собственного сервера Light Wallet D, это то, что было бы, знаете ли, потенциально полезно для этого человека, но понимание того, что есть много разных, разных новых векторов атак. Как будто кто-то может попытаться установить вредоносное ПО на определенное устройство или что-то в этом роде. Так что оперативная безопасность должна быть очень, очень высокой для чего-то подобного. Да, именно так. Если ты это сделаешь, ты получишь дополнительные преимущества конфиденциальности от управления собственным узлом. Но стоимость заключается в том, что тебе придется поддерживать этот узел и быть в курсе обновления безопасности. Хорошо. И, наконец, если вы тратите с каш, даже если вы тратите его на прозрачный адрес, или используете стороннего поставщика платежей, если вы не используете его в качестве спазного. Что означает, что у вас прозрачный зак, или вы покупаете что-то на бирже, защищенный кошелек, а затем отправили все это по прозрачному адресу. До тех пор, пока ты этого не сделаешь и держишь средства в защищенном кошельке, твой набор конфиденциальности по-прежнему очень силен. Да. Окей, круто. Я думаю, что это все действительно полезная информация. Я думаю, даже специфичная для Лайт Волод Ди, потому что иногда я вижу в стихах в Твиттере, что у людей есть эти опасения по этому поводу. И я думаю, что мы с Зука обсуждаем это, потому что мы с Зука иногда вступаем в философские дебаты во вторник днем по какой-то причине, и у нас будут эти дебаты. И тогда подавляющее большинство людей, которых я слышу, в том числе и вы, присутствующие здесь сегодня, сходятся во мнении, что большинство людей... 99,5% людей не будут возражать против использования Лайт Волод Ди на мобильном устройстве. Так что я думаю, это полезно, что мы могли бы провести такую дискуссию, но все же напомните людям, что для большинства людей по-прежнему безопасно использовать что-то подобное. Ты хочешь что-нибудь добавить к этому, прежде чем мы перейдем к заключительному вопросу? Да, я думаю, я думаю, что еще одна вещь — это осознать, что эти свойства конфиденциальности все еще находятся в процессе изменения. Как будто это все еще строящаяся система, и эти утечки конфиденциальности не присущи технологии. Они могут быть исправлены и, вероятно, будут исправлены в будущем по мере того, как мы исследуем различные способы, которыми это может работать. Так что мое видение того, как я хотел бы видеть, как это происходит, заключается в том, чтобы мы придумали способы, например, исправить эти утечки конфиденциальности без того, чтобы пользователи даже не знали об этом. Например, их кошелек не замедлится или что-то в этом роде. И для этого просто потребуются некоторые инженерные усилия в будущем, чтобы понять это. Да. Но это определенно то, по поводу чего я не думаю, что люди должны быть пессимистичны. Это нечто такое, что с течением времени в проект вкладывается все больше инженерных разработок и ресурсов. Похоже, что с этими вещами со временем разберутся. Это точно. Да, это точно. Круто. Я ценю ваши идеи. Я хотел закончить, может быть, более легким вопросом, или чем-то еще, или чем-то, что вы знаете просто с вашей точки зрения. Каковы некоторые из более серьезных заблуждений в области безопасности или даже конфиденциальности, которые вы часто слышите о СКАШ? Ведь ты, очевидно, был рядом с самого раннего детства, и тебе нравится то, что ты много слышишь, и к чему тебе действительно просто хотелось бы обратиться. Да, так что действительно распространенная проблема, это то, что люди указывают на то, что многие люди все еще просто используют прозрачные адреса. Я думаю, что с обеих сторон есть своего рода заблуждения. Я вижу людей, я вижу, я вижу, как некоторые люди говорят, что СКАШ на самом деле не является частным, потому что так много людей используют прозрачные адреса. И я думаю, что это своего рода заблуждения, потому что, несмотря на то, что эта экосистема прозрачных адресов существует, и люди часто ее используют, у каждого по-прежнему есть возможность использовать Шилдед. И тот факт, что прозрачные материалы существуют, не отнимает у экранированных материалов неприкосновенности частной жизни. Так что это своего рода заблуждение с одной стороны, но я также думаю, что есть заблуждение и с другой стороны этого вопроса. Итак, существует такая концепция, которая называется тиранией дефолта. И это идея о том, что программное обеспечение поставляется с настройками, и какие бы настройки ни были установлены по умолчанию. Это то, что собираются использовать 99% людей, потому что большинство людей не заглядывают в настройки и не настраивают вещи. И я вроде как подозреваю, что большая часть прозрачного использования на самом деле все еще находится в состоянии тирании дефолта. Как и большинство кошельков, я даже не в курсе того, какие крутые кошельки в наши дни, но мне нравятся такие вещи, как Джек Слиберти. Я думаю, что у Оксидюс, у Оксидюс плохая поддержка. Да. Да, как и большинство кошельков, которые люди уже будут иметь на своем телефоне, это только прозрачная поддержка. И поэтому я думаю, я думаю, что хотя прозрачные материалы не лишают конфиденциальности защищенные материалы, я думаю, что все еще существует огромная проблема. Я думаю, что многих людей заставляют использовать прозрачную сторону только потому, что это то, что там, и это то, что нужно. И поэтому мне отчасти любопытно узнать, насколько прозрачно используют люди, что было бы действительно плохо, если бы люди думали, что на самом деле получают защищенную конфиденциальность. Но на самом деле они используют прозрачный кошелек, и я думаю, что мы должны сделать что-то, чтобы как бы измерить это. Или если они вроде как понимают свой уровень конфиденциальности, который они получают от Transparent, но у них просто еще нет защищенного кошелька на телефоне. Или биржи, которую они используют, еще не поддерживает Shielded. Мне любопытно, например, каково соотношение прозрачного использования, как это соотносится с этими идеями. Да, я думаю, я думаю, что это и то, и другое, верно? Я думаю, что у тебя, вероятно, есть несколько людей, которые хотят держать Зака в аппаратном кошельке, не так ли? Я думаю, что есть люди, которым нравится удобство простого использования аппаратного кошелька и использования прозрачного. Потому что они рассматривают его скорее как долгосрочное удержание, инвестицию, игру или что-то еще. Я думаю, что для людей, которые тратят их, которые вроде как. Потому что я чувствую, что если люди тратят их и используют для такого аспекта конфиденциальности, на мой взгляд, я бы предположил, что они больше заботятся о конфиденциальности. И они немного лучше осведомлены о различных вариантах, как предлагает Зкаш. Так что я не говорю, что все, кто использует Зкаш, тратят деньги, используют защищенный адрес. Возможно, то, о чем ты только что упомянул здесь, некоторые люди ошибочно используют Тетос, но я бы предположил, что большинство людей, тратящих их, знают об этом. Но опять же, я не знаю. И было бы интересно получить эти данные. Как ты можешь смягчить это? Как ты это себе представляешь, тирания дефолта? Как ты представляешь себе будущее, в котором это ли будет решено? И у людей будет больше возможностей выбрать прозрачность. Они потенциально не знают, что они отказываются от конфиденциальности. Да. Так что я думаю, что ключ к борьбе с этим, это своего рода UX-дизайн кошелька, который действительно четко передает, какая информация просачивается. И это относится не только к тем случаям, когда вы используете прозрачные транзакции и адреса, но и к другим видам утечки информации. Например, когда вы переводите свои средства между двумя разными защищенными пулами, которые будут пропускать сумму, сумму денег, которую вы отправляете. Так что я думаю, что есть место для разработки кошельков, чтобы обучить их пользователей, например, перед отправкой транзакции. Например, помочь пользователю точно понять, какая информация утекает. Например, если они покупают кофе с адресом Ти, кошелек может как бы успокоить их в том, что кто-то узнает, что кто-то покупает кофе, но они не будут знать, что это ты. Так что я думаю, что это первое, что нужно сделать. Это прямо как создавать кошельки. И я думаю, что это действительно неизведанное дизайнерское пространство. Как и в нашем браузере, у нас есть что-то вроде блокировки, которая пытается связаться с людьми, когда соединение безопасно. И я не знаю, как люди понимают, как люди, которые разбираются в технике, могут это понять, но я не знаю, как это понимают не техники. Так что это своего рода открытый вопрос в дизайне кошелька, например, как вы сообщаете об этих тонких утечках конфиденциальности. Другое дело, я думаю, что потребуется больше давления, например, люди будут просить о скрытой поддержке, например, показывать, что да, мы действительно ценим конфиденциальность. И если мы хотим использовать вашу платформу с Каш, мы хотим сделать это защищенным способом. И я думаю, что так же, как говорить об этом вежливо и продуктивно с тем, что вы хотите видеть, поддержка защищенного с Каш, это хороший путь. И затем это нужно подкрепить какими-то инженерными усилиями, чтобы действительно помочь людям внедрить защищенные библиотеки с Каш, чтобы упростить работу и тому подобное. Да, я думаю, что первый пункт, который ты там сделал, был действительно интересным, например, UX-кошелька. Я думаю, что это похоже на то, что, возможно, даже потенциально, если вы собираетесь отправить сообщение даже из защищенного пула на прозрачный адрес. Или отправляете ТИ на ТИ, появляется предупреждение. Это похоже на то, ты уверен, что хочешь отправить это по публичному адресу или что-то в этом роде. Потому что, как и для меня, действительно полезная вещь, это когда я просто просматриваю интернет и потенциально захожу на сайт, который выглядит так. Может быть, я смотрю футбольный результат во втором дивизионе Эстонии, а сайт не такой безопасный, тогда браузер скажет мне, что, например, и ты уверен, как будто ты хочешь зайти на сайт, потому что он небезопасен. И тебе приходится, тебе приходится идти на этот компромисс. И большую часть времени ты просто нажимаешь X и не заходишь, не заходишь, не заходишь на сайт. Ты как бы просто отказываешься от этих усилий. Верно? Так что я чувствую, что если этот тип UX вы знаете, потому что я понимаю, о чем вы говорите, например, это маленькая блокировка в браузере. Вен Моу пытается сделать это с помощью своих частных и государственных платежей. Примерно неделю назад я разговаривал со своей мамой, и она такая, о боже мой, я даже не знал, что мои платежи были публичными. Где мне это изменить? И я такой, видишь этот маленький замочек? А она такая, как кто-нибудь увидит этот замочек? Никто этого не видит, верно? Так что я чувствую, что даже в этом дизайне, несмотря на то, что там написано публичное и частное, я все равно чувствую, что этого недостаточно для большинства обычных пользователей. Это действительно хороший момент. Да, какой бы дизайн мы в итоге не придумали, главное проверить его на реальных пользователях, понаблюдать, как они им пользуются, и убедиться, что они его понимают. Моя философия в отношении таких ошибок, как конфиденциальность и безопасность, заключается в том, что у вас может быть слабость конфиденциальности. Или у вас может быть слабость безопасности, пока пользователи знают об этом, и они понимают это, и это заложено в их ментальную модель, и они согласны с этим, тогда все в порядке. Но если люди неправильно понимают уровень конфиденциальности, который они получают, или если они не до конца понимают, как это работает, то именно здесь требуется больше дизайна или больше изменений, больше улучшений. Да, я бы полностью согласился. Тейлор, мы сегодня много говорили, мы рассмотрели много разной информации, и я ценю твое время, проведенное здесь. Я хочу сказать, что мы приближаемся к тому времени, которое у нас было. Какой вопрос ты можешь задать? Было ли что-нибудь, о чем я тебя не спрашивал, что ты, возможно, хотел бы услышать в течение этого часа? Я думаю, тебе действительно удалось охватить все, о чем я мог подумать. Да, это было действительно хорошо. Круто. Я ценю это. И еще раз большое тебе спасибо за то, что уделил мне время. Я думаю, когда мы заканчиваем этот звонок, где есть место, где люди могут следить за тобой и следить за твоей работой и быть в курсе всего. Я в первую очередь распространяю информацию в Твиттере. Я все еще не полностью перешел на мастодонта. Я думаю, что я немного пристрастился к Твиттеру. Но да, Диффьюзок в Твиттере, и вы можете узнать больше об этом проекте, проекте экосистемной безопасности в Zexec.com. Окей, круто. И для всех, кто смотрит и хочет следить за этим, мы поместим всю эту информацию в заметки к шоу, чтобы вы могли легко получить к ней доступ. Тейлор, большое тебе спасибо за уделенное время. Сегодня. Прекрасно. Большое тебе спасибо.